Вы можете говорить, что вот опять митинг неуспешный, он может быть неуспешный только тогда, когда люди не думают о своем будущем, они не хотят перемен, то есть они хотят перемен, но они хотят, чтобы какой-то другой народ пришел, вместо них эти перемены сделал. Этого не будет, только в результате ваших действий, когда мне кто-то пишет, ну что там ваши ячейки, он кто гражданин Казахстана, он хочет перемены, почему ваши ячейки, он что хочет, чтобы некие ячейки пришли, сменили власть, а он потом получил все, чтобы из него списали кредиты, бесплатное образование, здравоохранение, кто-то пришел сверху принес, этого не будет. До тех пор, пока в нашу борьбу не будут вовлечены тысячи людей, перемен не будет, мы должны преодолеть свой страх, и мы его преодолеем, потому что когда я вышел из тюрьмы 9 декабря 2016 года, первую акцию мы сделали 21 марта с голубыми шарами, в 2018 году, первую акцию. Вы вспомните, как люди боялись просто выйти с голубым шариком, а что за это время произошло? Назарбаева нет, он ничтожеств, он ничтожен, люди, когда я критиковал Назарбаева, меня поливали. Сейчас Назарбаев в тот день футболка, его заплюют, он просто утонет в плевках. И вот ситуация такова сейчас с Токаевым. Все поменялось. Люди, это нынешняя власть, панически боится митингов, у нас есть ячейки, у нас есть программа, когда эти блогеры режима говорят, ой, не знаем, там у них программ нет, ничего, вы знаете, что это вранье. Есть четкая программа, программа политический реформ, программа экономический реформ. Что делать? Открываете аккаунт с верхним режимом, там прописано каждый шаг, как мы будем ввелить режим. Временные правительства, местные акимы, все написано. Ни одной организации мира, к сожалению, вот так глубоко не проработано. Я был вынужден это делать, потому что люди должны были увидеть, вот там тот режим, мы имеем 60 тысяч семье, а ради чего мы будем, что называется, биться, вот мы показываем другую реальность, и она посчитана. Поэтому у нас программы есть, все шаги прописаны, что делать, как валить в режим, мы знаем, мы все знаем. Именно поэтому режим нас мочит. Именно поэтому я, уважаемые друзья, вынужден сказать, что я сам нахожусь под гигантской угрозой. И все эти негативные события могут произойти в ближайшие 2-3 недели, если я не буду получать поддержку от вас, финансовую в первую очередь. То есть мне сейчас нужны финансовые ресурсы, чтобы защищаться. Итак, наша стратегия следующая. Здесь во Франции при вашей поддержке, при вашей финансовой поддержке, я формирую команду адвокатов, они у меня есть, и шаг за шагом отбиваюсь. Более того, мы будем переходить в атаку, здесь арестована большая группа военных, которые организовывали убийства, и в промежутке, оказывается, они получали заказ на мое убийство. Мы должны атаковать, не просто я должен защищаться, плюс я должен защищаться, мы здесь удерживаем ситуацию. Власть будет стараться меня здесь уничтожить, уважаемые друзья. Я буду отбиваться при вашей поддержке. Второе. Мы будем организовывать митинги, мы будем собирать ячейки, мы будем наращивать давление. С учетом той экономической и политической ситуации, которая сложилась в нашей стране, плюс международная обстановка, война России с Украиной, это связывает Путина, у него проблемы с Арменией, членом УДКБ, членом Евразийского союза. Все это в комплексе формирует нам возможность свалить наш режим. Это я сейчас по-крупному говорю. Поэтому никакого пессимизма. Создаем ячейки, организовываемся, готовимся к новым митингам. Я прошу финансовой поддержки для того, чтобы я мог бороться во Франции. И наша задача добиться кратчайшие сроки слома этого режима. Люди считают, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Возможно. Но все это зависит от наших совместных действий с вами. В первую очередь, вашей активности. Потому что именно вы будете ломать этот режим. Именно вы тысячами выйдете на улицы и будете арестовывать Токаева, Назарбаева. Именно вы. И нужна ваша активность. Наша активность есть политическая. Именно ваша активность наращивает количество ячеек. Именно ваша активность позволяет мне бороться здесь. И мы, имея программу действий, имея тех людей, которые завтра будут руководить страной в течение шести месяцев, пока не будут новые выборы, мы не допустим никакого хаоса. Более того, даже в этот короткий промежуток времени, шесть месяцев, пока вы будете голосовать за новый парламент, за новое правительство, именно в эти короткие периоды времени, два-три месяца, ваша жизнь изменится кардинально. Вот этот план. Никакого пессимизма. Двигаемся, действуем. Действуем вместе. Аурайфа-Систан.